добрый день вы смотрите открытую студию проект места города сегодня мы говорим о том как развить денежное мышление у нас в гостях мотивационный оратор анна уханова здравствуйте добрый день анна в канун нового года люди загадывают желания как часто эти желания связаны с финансами я думаю что практически каждый человек независимо от его уровня доходов в той или иной степени задается таким вопросом и жизнь это развитие движение вперед нужно об этом ставить новые цели и двигаться дальше книга рыбарта киосаки называется почему богатые становятся богаче согласны ли вы с тем что даже в период кризиса средние и низкие слои населения они беднеют тем не менее у богатых усиливаются денежные потоки так ли это и с чем это связано да совершенно верно вся разница в мышлении богатые в кризис они всегда найдут способ заработать все остальные они только лишь создадут для себя новые ограничивающие убеждения это то что сейчас кризис и я ничего не смогу у меня не получится на самом деле все проблемы мира это от невежества от незнания и поэтому богатые богатеют и бедные беднеют что такое денежное мышление и психология денег денежное мышление это такое мышление которое настроено на изобилие то есть человек денежным мышлением он всегда имеет столько денег сколько ему нужно вот и как сказал роберт киосаки деньги это всего лишь идея если вы хотите больше денег то всего лишь изменить свое мышление это как раз и называется денежным мышлением совершенно верно какие особенности в мышлении отталкивают деньги по вашим наблюдениям это ограничивающие убеждения такие как я недостаточно умна у меня не получится я не могу зарабатывать больше мужа мне не везет и так далее я не умею обращаться деньгами все ограничивающие убеждения которые если человек и который чаще всего он даже не замечает у себя как эти заблуждения выявляются процессе работы процессе тренинга выходите на те фразы которые у конкретного человека являются его барьерами это все тестируется и прорабатывается да то есть когда это обсуждается когда человек слышит об этом узнает то он действительно себя начинает находить такие убеждения и избавляться от них избавляться да есть ли взаимосвязь между уровнем образования и доходами вот это очень интересный вопрос я вот сколько себя помню меня всегда учили и наставляли что без корочек ты никуда в этой жизни не сможешь но сколько я живу я замечаю что очень много примеров когда люди не имея образования добиваются всего чего они хотят в жизни и такие известные примеры как команды ортега создатель сети магазина зара ричард брэнсон и другие известные дом личности они вообще даже не закончили школу не вынуждены были и бросить вот но на самом деле все в руках человека и не обязательно иметь высшее образование для этого но это не знать что не нужно совсем учиться учиться нужно всегда и именно тому что нравится вот это самое важное но школа она всегда как известно учит именно быть рабом они предпринимателем вот поэтому в чем принципиальная разница между тем наставлением которая получает человек в школе и конкретно предпринимательской жилкой школе они учат как бы шаблону шаблонному поведению да а всех бизнесменов именно отличает нестандартное гибкое мышление творческое мышление и этому может учиться и развивать эти навыки любой у себя есть ли преграда по возрасту или если человек даже в 50 лет собрался стать предпринимателем при должном вкладе в обучение допустим он сможет это сделать совершенно нет никаких преград есть масса примеров когда люди в разном возрасте добивались больших успехов также известно мэри кей косметика да здесь на во всем мире она создала свой бизнес когда я был уже там 46 лет ее дети выросли и совершенно прекрасно она его раскрутила и стала миллионером анна что в мышлении притягивать деньги деньги притягивают правы правильные внутренние денежные установки правильные мысли которые приводят к нужным действиям и соответственно к результатам работают ли некие денежные ритуалы заговоры привороты в двадцать первом веке и обращаются ли к вам те кто хотят с помощью каких-то манипуляций выйти на уровень определенного слава богу не обращаются но на самом деле все эти ритуалы многочисленные они действительно работают но ровно настолько насколько человек сам в это верит тут играет именно сила мысли человека достаточно ли просто чего-то пожелать и ждать когда тебе свалится миллион либо это просто целеполагание определенные от этого недостаточно тут требуется применение различных техник как развить у себя денежное мышление если его нет самое важное это выйти за пределы своей денежной программы поставить себе более высокую финансовую цель и проработав внутренние блоки ограничивающие убеждения стремиться к достижения этой цели также очень мощно работает благодарность то есть нужно оценить и благодарить то что уже сейчас есть и обязательно это окружать себя людьми которые умеют зарабатывать деньги перенимать их способ мышления учиться у них в интернете сейчас можно найти огромное количество литературы в том числе как стать богаче что отличает принципиально ваш тренинг я богата мой тренинг как раз отличает то что здесь проработано огромное количество материалов и выбрано самое важное нужно и это именно за точно для женщин то что им необходимо знать и это все проверено на моем собственном опыте когда ты это мне очень жизни пригодилась и очень помогало поэтому я хочу эти идеи донести до большого количества женщин какие отзывы сейчас вы получаете уже тех кто прошел тренинг кому-то начинают приходить внезапные деньги уже во время тренинга у кого-то увеличивается поток клиентов а у одной девушки даже получилось так что она во время тренинга поняла как не легче всего достичь и свои финансовые цели ваш аудитория то именно женщины почему не мужчины я так решила мне так интереснее и у меня тренинг и построить именно в этом контексте сколько времени длится тренинг в общей сложности тренинг длится один месяц как к вам записаться что для этого нужно записаться очень просто написать мне в личное сообщение хочу на тренинг я богата сколько времени он занимает потому что часто ищут люди сами себе отговорки что вот у меня маленький ребенок или у меня работа когда вот я буду учиться ну это не занимает очень много времени каждой лекции очень коротенько и и легко можно послушать до добираешься до работы или еще чем-то занимаешься другим поэтому тут все очень легко ваши напутствия что сделать в новом году чтобы подружиться с финансами обязательно нужно искать как можно больше информации на эту тему потому что большинство людей даже не знает что и такая информация существует и очень часто какие-то небольшие действия могут кардинально изменить ситуацию также обязательно проводить благодарность уже за то что есть сейчас благодарность это очень мощная штука которая работает и я от всей души желаю всем финансового благополучия финансового изобилия успеха в новом году вы достойны всего самого лучшего спасибо анна сегодня мы говорили о том как развить денежное мышление и у нас в гостях была мотивационный оратор анна уханова всего вам доброго и удачи с финансами